Дома номер 15 и 15А по улице Молдавской были признаны аварийными в конце 2020 года. Строением идет уже седьмой десяток, накопилось множество коммунальных проблем. Для помощи в их решении жители обратились к руководителю региона Вячеславу Федорищеву. Горожане просят решить вопрос с кровлей, которая протекает, а также с соседними деревьями, которые нависают над крышей. Внизу уже практически соседи не живут, потому что страшно, он очень скрипит. Чтобы встретиться с жителями и обсудить ход решения проблем, на место приехала глава Самары Елена Лапушкина. Вместе со старшей по дому они зашли в подъезды и квартиры, осмотрели прилегающую территорию. После обсуждения всех вопросов Елена Лапушкина поручила представителю управляющей компании, которая ответственно за обслуживание дома на Молдавской 15, заняться ремонтом крыши. До конца месяца управляющая компания тогда по кровле устранить протечки. Глава района рассказал, что до конца следующей недели будут предусмотрены и работы по санитарной пиловке деревьев, которые сейчас несут угрозу состоянию кровли. А обновление тротуара и дороги, которые ведут к школе, выполнят в следующем году. Также жителям предложили на время воспользоваться маневренным фондом, пока жильцам не предоставят квартиры взамен аварийного жилья. Мы их отремонтировали, они теплые. Другим скажите, что есть вот такой вариант, он бесплатный. Напомним, в настоящее время действует программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Так, только в 2023 году новые квартиры получили 1115 семей. В начале этого года президент России Владимир Путин поручил разработать программу, которая рассчитана на дома, признанные аварийными в период с 1 января 2017 по 1 января 2022. Планируется, что проект будет разработан до конца текущего года. Андрей Горгуленко, Николай Пифанов. События. Продолжение следует...